Когда будет создана новая Хазария, появится территория, на которую можно будет принять евреев из государства Израиля. О том, что государства Израиля не будет, сказал не я, а сказал, понимаешь ли, хорошо осведанный политический тяжеловес Генри Киссингер в 2012 году. Все это опубликовала газета New York Post. Не хотите мне верить? Посмотрите, погуглите и найдете. Почему не будет в государстве Израиля? Потому что у хасидов, еще раз говорю, хасиды, 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 почитайте, что такое хасидизм. Они решили встречать Машиаха не там, между Нилом и Эфратом, а вот в Республике Крым. Ну, вот в этой новой Хазарии. Но вопрос не то, что там в Республике, а с опорой на Республику. На Днепре. Так вот, когда будет создано это государство, место, ну, я не знаю, оно будет внутри конфедерации или еще как-то. Не суть. Появится вот это, так сказать, место, куда евреи будут, так сказать, переселяться из государства Израиля. А там будет организован нажим военной силы, чтобы, так сказать, ну, на четверть бывший наш народ двинулся, значит, обратно. Кто вообще у нас рупор вот этого всего из-под войны? Кто, в общем, призывает войну до победного конца? Вы что, понимаешь ли, там до Одессы не дошли, значит, это все Яков Кед. А Яков Кед, кто это? Спецслужба. Какая спецслужба? По натурализации евреев. А теперь обратно. Там в Израиле подготовлено, соответственно, на четверть бывший наш народ, это я что, это Высоцкий. Там подготовлено там пять, семь, а может даже девять тысяч, понимаешь, глав администрации. У нас спрашивают, а где эти, значит, администрации, которые придут вместо, так сказать, вот ненавистных, там, значит, всяких там этих, Путиных, там, каких-то назвал там, наркоманы и еще какое-то обидное слово. Вот кто, значит, вместо них придет? Придут оттуда, они готовы, эти администрации. И это все ведомство Яков Кед сделало. Но их же надо поджать, чтобы они оттуда тронулись. Здесь на Украину, а на Украине все, там тепло, а, значит, в этом самом, как его, в Израиле мертвое море, там мертвое море, а тут черное море, значит, совсем другие, так сказать, условия жизни. Там пустыни, а здесь черноземы, там, понимаешь ли, кругом, понимаешь, какие-то эти злобные террористы, а тут, понимаешь ли, будет, значит, буфер, ну, вот, новый буфер Новороссии, там, где нет антисемитизма. Ну, антисемитизм из Гольчины никуда не деть, антисемитизм из Польши и Волыни тоже никуда не деть, поэтому их надо разрыв сделать, значит, буфером. Вот этот буфер, это Новороссия будет, вот, она к евреям хорошо относится, вот, поэтому, значит, а как там поджать? Кто будет?